Привет всем! Думаю, многие из вас представляют, как выглядит механика открывания дисплея на ноутбуках Apple Mac Pro. Вот так вот она не выглядит. На Apple Mac Pro крышка открывается очень легко. Одним движением, примерно вот так. Сегодня я попробую изменить механику открывания дисплея конкретно на этом ноутбуке. Нетбук Acer Aspire One D257. Для этого нам понадобится отвертка и прямые руки. Для начала снимаем аккумулятор. Далее нам нужно будет снять вот эти три винта. Далее нам нужно снять клавиатуру. Для этого нужно воспользоваться либо кредитной картой, либо сим-картой. Нужно быть аккуратнее с клавиатурой. Для того, чтобы снять модуль клавиатуры, нам понадобится плоская отвертка и вот такая сим-карта. Далее отщелкиваем клавиатуру по периметру. Затем нам нужно будет снять вот эти винты. Клавиатуру тоже можно снять, отсоединив вот этот разъем. Все. Кавиатуру мы сняли. Далее нам необходимо вот эту панель, которая держится на защелках по периметру корпуса. Также аккуратно снять, пытаясь поддеть ее плоской отверткой, очень аккуратно, и сим-картой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Теперь мы видим, какие узлы отвечают за механику открывания дисплея. Для следующего шага нам необходимо будет отвинтить вот этот винт и точно такой же с левой стороны. Но чтобы плата нам не мешала, Также необходимо будет открутить сначала вот эти два винта. И отсоединить вот этот шлейф. Теперь мы можем спокойно открутить винты шарнира дисплея. Продолжение следует... Теперь у нас есть свободный доступ вот к этому механизму, а также к гайке, которые регулируют степень усилия при открывании монитора. Мы можем просто руками проверить, с какой силой закрывается экран и открывается. Нам понадобится гаечный ключ на 5. Редкий экземпляр, согласен. Но именно такого формата здесь установлена гайка. Понемножечко откручиваем гайку и проверяем усилие. И точно так же на такое же количество оборотов откручиваем гайку с другой стороны. Все, наша крышка открывается плавно. И главное, мы собрали баланс между тем, как мягко она открывается и тем, как надежно она фиксируется. Вот, в принципе, она фиксируется в любом положении. То есть она не падает и сохраняет угол. Дальше остается лишь собрать ноутбук и проверить, не испортили ли мы что-нибудь. Теперь мы можем убедиться, что все наши манипуляции были не зря. Ноутбук открывается так, как и должен. И так же он держит угол. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.